Сейчас коротко о главных событиях. Европейский Центробанк на прошлой неделе приобрел корпоративные бонды на сумму 1,9 млрд евро. Агентство Moody's прогнозирует рецессию в США в случае победы президентских выборах Дональда Трампа. Банков Америка ожидает снижение цен на нефть к концу третьего квартала. Европейский Центробанк на прошлой неделе приобрел корпоративные бонды на общую сумму 1,9 млрд евро. Это было сделано в рамках программы количественного смягчения с целью повысить низкий уровень инфляции в регионе. В настоящее время общий объем корпоративных бумаг в портфеле банка составляет 2,25 млрд евро. Официальные данные о приобретении корпоративных бондов, как ожидается, будут опубликованы 18 июля. Эксперты считают, что общий объем корпоративных облигаций, соответствующих критериям для участия в программе QEM, может составить 600 млрд евро. Европейский Центробанк на июньском заседании сохранил процентные ставки и объем программы выкупа активов на прежних уровнях. Агентство Moody's прогнозирует рецессию в США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Аналитики агентства полагают, что за четыре года президентства Трампа безработица в стране поднимется до 7%. Общее количество рабочих мест сократится на 3,5 млн. Агентство Moody's ожидает падения объемов торговли, прямых иностранных инвестиций и притока иммигрантов. Экономике США грозит изоляция, она станет слабой. Кроме того, в выполнении Трампом обещание о снижении налогов для физических лиц и компаний приведет к значительному росту дефицита бюджета, считают аналитики агентства. Оценка экономической программы Хилари Клинтон будет опубликована агентством Moody's несколько позже. Банк Брикс намерен выпустить долговые обязательства в валютах пяти стран-участник. Банк Брикс или новый банк развития в настоящее время располагает капиталом в объеме 1 млрд. долларов. В планах банка на 2017 год увеличить его до 2 млрд. долларов, а в дальнейшем до 50 млрд. долларов. Банк планирует в ближайшие недели выпустить облигации на сумму 455 млн. 930 тысяч долларов, после чего предполагается разместить бонды в Индии на сумму, эквивалентную 500 млн. долларов. В следующие два квартала будет осуществлен выпуск рублевых бондов. По мнению главы банка Брикс, основными инвесторами должны быть пенсионные фонды и банки. Банк в Америке ожидает снижение цен на нефть к концу третьего квартала до 39 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal. Аналитики банка объяснили текущий уровень цен на нефть влиянием сезонного фактора. В начале летнего сезона увеличивается спрос на бензин в связи с ростом поездок и путешествий на автомобилях. Нефтеперерабатывающие заводы закупают больше нефти, чтобы удовлетворить повышенный спрос на бензин. Однако в сентябре влияние этого фактора начнет ослабевать. Тем не менее, к концу текущего года аналитики Банк в Америке прогнозируют рост цен на нефть до 54 долларов за баррель. Акционеры Facebook одобрили выпуск нового класса неголосующих акций с целью сохранения контроля над компанией и ее основателем Марком Цукербергом даже в случае передачи акций другому владельцу, сообщает агентство Reuters. На собрании акционеров, состоявшемся 20 июня, было принято решение о выпуске ценных бумаг класса C. Предполагается, что на каждую акцию класса A и B будет выпущена акция класса C. Вопрос о выпуске неголосующих акций возник после того, как в конце прошлого года Марк Цукерберг заявил о намерении отдать практически все свои акции в благотворительный проект. Выпуск акции C позволит ему это сделать, не потеряв контроль над компанией Facebook. Российский Сбербанк, приобретя компанию eToro, планирует создать систему социального трейдинга на российском рынке. В настоящее время формируется российская дочка компании. О планах по вхождению на российский рынок рассказывает региональный директор eToro Павел Салас. Для того, чтобы можно было спокойно работать на российском рынке, нужно получить лицензию ЦБРФ. И для этого как раз создается совместное предприятие, потому что лицензию пока в России нет возможности конвалидировать лицензию или кроссбординг сделать. То есть у нас, например, есть кипрская лицензия, есть юкеевская лицензия, соответственно, кипрская работает на MiFit так же, как и юкеевская лицензия. Но мы не можем взять эту лицензию и предоставить в России для клиентов, чтобы ЦБ сказала, вот на базе этой лицензии мы даем лицензию ЦБРФ. То есть пока у них вроде бы есть в планах этот вариант, но пока они единственное, что говорят, это вот создавайте предприятие в России, получайте лицензию, и все будет хорошо. Когда есть бизнес-партнеры, всегда вырабатывается лучшее решение для того, чтобы вести бизнес и получать прибыль, потому что для этого оно все и создается. Поэтому было принято решение создать совместное предприятие на территории Российской Федерации и, соответственно, в дальнейшем получение лицензии ЦБРФ и работу на российском рынке.